Всем привет! Вы на канале Авокадик. Сегодня мы будем делать вот такую вот крутецкую морской огонь. Такой крутецкий, крутой гелевые свечи своими руками. В общем, вы можете повторить это дома, потому что ингредиенты легкие. Вот у меня была вот такая вот вазочка в такой вот штуке, чтобы она не разбилась. Это вам не нужно. Вот такая вот вазочка. Потом у нас тут есть еще, как видите, несколько ложек и ножичек, пакетики, еще пакетики, ракушки, песок и фитилечки золоточисточками. Ладно, коробочку уберем. Так, у нас еще тут был, у меня был гель такой, но мне кажется, лучше вот такой вот гель, но он у меня такой вот обычный гель для ванны. Вот он. Но он у меня загустевший, чтобы не испортился. Разумеется, вам будет легче, если вы возьмете обычный гель. Так что вот, ну, тогда начинаем. Тут, в принципе, вообще легко. Вы можете взять любой вот такой вот песочек. Я и синий, бирюзовый и белый. Сейчас я буду его засыпать. Засыпать надо примерно 3 сантиметра, вот так вот. Так, давайте начнем, какого бы взять, для нас синенького. Так, я тут уже его порвала. Так, насыпаем. Насыпаем примерно 1 сантиметр, чтобы каждого по 1 сантиметру. Ну, тут, в принципе, один. Теперь второй я возьму вот такой вот бирюзовый. Так. Насыпаем. Вот так вот. Так, ну, у нас, в принципе, все нормально. Теперь давайте вот этот вот беленький. О, беленький, красивенький. Так, все, я высыпала. Думаю, мне достаточно будет. Вот так вот. Теперь надо поставить наши ракушки. Я тут вот отдельный пакетик, чтобы было красиво. Вот. И давайте их как-нибудь красивее сделаем. Я не умею ставить ракушки вот в таких вазочках. Красиво так, что это будет супердолго, наверное. Так, и вот так. Ну, в принципе, мне нравится. Так, берем наш вот эту вот штуку. Это просто гель. Может, из пульта будет немного легче. Но у меня наборчик. В общем, мы вот это вот все сейчас выкладываем сверху. Сейчас объясню, как что... Ой, ой, как-то будет все происходить. Какая она противная. Вот так. И разрезаем пополам, потому что все вот это вот желе не влезет ко мне. Так. Нет, это будет просто вот так вот легче сделать. Кстати, по ощущению, как будто слайм. И вдавливаем вот это вот все. Вот так. Вот такая вот получилась гибана. Она все жирненькая, так что когда будете добавлять гель, не забудьте немножко масла добавить. Масло без разницы, какое. Так, это все убираем. Сейчас я принесу самое важное. Мне понадобится вот такая вот чашка большая, которая полностью сюда влезет. Вот так вот. Теперь я жду, пока скеппатится чайник, чтобы налить сюда воды и поставить нашу вот эту ладочку. Не переживайте, стекло не лопнет. Я уже проверяла, так что не переживайте. Сейчас будем ждать, пока скеппатится наш кипяток. Вот, наливаем кипяток. Он очень горячий, так что осторожно, споделайте с родителями. Делайте только с родителями. Вот, я заливаю не до конца, но лучше до конца. Вот. Чтобы там стоять примерно с 1 сантиметр. Все, чайник я сейчас унесу и приду. Ребят, я вернулась и принесла обычную водичку. Чтобы студить. Теперь мы погружаем нашу вазочку. Мне очень страшно, потому что, мне кажется, у меня сейчас руки пойдут. Блин, как мне упустить-то? Если я сейчас брошу, она может у меня развалиться. Мне страшно, я не могу ее упустить. Так, что делать? Что делать, как ее поставить? А, сипчиком уже можно. Сейчас приду. Я ничего не нашла, попробую. Еще разок. Получилось, ребят. У меня получилось, но правда слишком высоко, так что надо убрать этот кусок. Сюда. Отлично. Немножко кипецочек пролился, ничего страшного. Теперь мы ждем пока горячее. Видишь, что-то сегодня есть такой вот налет. Да, потому что масляный. Видишь, смотрите, как быстро все топится. В общем, ничего страшного... А, котел, стоп, вода не должна была попадать. Вода, правда, не должна была попадать, но я бы немножко перелила. Ничего страшного. Просто будет немножко помутнение, но это тоже ничего. Давайте вместе с вами будем ждать. Так, я бы еще руки обрыть, крылышками буду. Смотрите, уже почти все расплавилось. Смотрите, только чуть-чуть отпустила, она уже расплавилась. Кажись. А, нет, это вот так было. Эй, ты что, выныриваешь? Ну-ка, выныривайся обратно. Отлично. Все, впарься. Должна получиться очень прикольно и красиво. Потом надо будет ставить еще фитилек. Но это вообще потом... А, ты у нас смотри, ты у нас всплываешь. Хитрая какая. А это держать буду, чтобы ты не всплывала никуда. Видите, какое я достала. Все, я вам надо было все-таки крышку отпустить. Опустить на ногу, я хотела изначально, чтобы было бы лучше. Но потом как бы я ее достала. Поэтому я решила не опускать. В принципе, ничего помутнение не видно. А, неужели все? Да нет, мне кажется, еще надо. Ой, ка идем, ка идем, ка идем. Так, главное, изображать, что обязательно холодненькой водичкой. Надо все замуть. Так, ножичек. Какая ты хитрая, а? Вот что она ползет, а? Что она ползет? Объясните мне. Ой, смотрите, что это за сопля. Это она расплавилась, называется. Сопли. Сопли, смопли. Все, сиди там. Я с теми сплями поиграю. И... Надо грузить, убрать. Ой. Вот так всплываешь ты вечно. А вот он вечно всплывает. Не могу понять, что ей нужно. На поверхности. Что мне дышать? Так, а как мне тебя выудить, чтобы... 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 В общем... Такс. Так, топись всплывала. Что такое? Что такое вредность? Так, все, загружаем вторым кусок. Все. Смотрите, как он сразу начал топиться. Ой. Немножко начинается убегать из берегов. Но зато я все запухала. Смотрите, как все быстро расплавилось. Все, капец. Все, ждем, пока все у нас вот так вот покроется. А птичка потом все уберу, когда она все высохнет. Чтобы тряпочкой не обзыться. Ой. Пойдем, пойдем, пойдем. Нескольких часов у меня, надеюсь, получилась вот такая свечка. Такая свечка. С ней можно быть, можно не быть, без разницы. Если вы хотите, чтобы у вас получилось круче, чем у меня, то просто надо не наливать ни до конца воды. Поскольку я налила много кипятка, у меня получилось вот так вот. Даже очень красиво, и она светится. Сейчас покажу, как это работает. Теперь берем спичечку, и чирк поджигаем. И вот так это круто горит. Получается реально очень красиво. Так что обязательно делайте. Не буду тратить свечку. Вот. Получается очень красиво. Делайте. Подписывайся на канал, жми лайк. И если понравилось, обязательно пишите в комментариях. Смотрите, как красиво. Ты мог, да? Круто. Вечность можно любоваться. Все, пока-пока.